Доброго-доброго времени суток! Я приветствую вас на канале Второй Путь Колесницы. Сегодня хочу вам предложить расклад, что происходит в его жизни сейчас. Мы сделаем его коротеньким, такой буквально экспресс-раскладик на три события, которые сейчас самые-самые важные происходят в его жизни. Расклад общий, позиция одна, поэтому загадывайте вашего партнера. Смотрите начало. Если есть резонация, если вы узнаете у вашего партнера, смотрите дальше. Если резонации нет, смотреть не обязательно. Договорились? Загадывайте снова мужчину. Подумайте о нем, настройтесь на него. Характер партнера одной карты, чтобы узнали своего товарища. И давайте посмотрим важные события, происходящие в его жизни. Первое событие. Второе событие. Третье. Так, кто к нам пришел? Запияка мелкий пакостник. Человек, который идет к каким-то своим целям, странным своим целям, идет, знаете, как не переживая за методы, которыми он добивается своих целей. Иногда вредничает по жизни просто, потому что, да, чуть ли не удовольствием это доставляет, понимаете. Любит, вот прям идет такое задира, любит задирать людей. И провоцировать, наблюдать реакции, наблюдать поступки. Такое ощущение, что человечек немножечко, знаете, ну, свою самооценку здесь поднимает, да, энергию подкушивает с других. Знаете, вот, ну, есть здесь такой негативчик по этой карте, потому что вот она довольно-таки частенько открывается, ну, когда в других раскладах, она имеет позитивную ауру. Но здесь, в данном случае, что человек проявляет всего негативные, теневые стороны. Возможно, сейчас период какой-то у него сложный, но прям здесь есть такое проявление, что человек может вести себя некорректно. Человек добивается своих целей, идет к своим цели совершенно выбирая различные методы достижения цели. То есть здесь с моралью очень туго. Очень туго. Знаете, такое ощущение, что человек просто чихать хотел на всех и вся. Вот просто реально наплевать, как бы абсолютно наплевать. Чтоб вы не говорили, чтоб вы не делали, чтобы другие люди, то есть человек на своей волне. В прямом смысле слова, все равно на всех на вас. Вот прям так идет. Знаете, такое ощущение, что он прям хочет сейчас информацию донести. Мне все равно на всех на вас. Я делаю то, что я хочу, а вы нравятся, бегите вслед за мной. Не нравится, не бегите. Ваши проблемы, мне плевать. Я делаю то, что я считаю нужным в своей жизни. А какими способами я делаю, это тоже мое дело, и вас оно не касается. Вот такой вот посланец и передал человечек. Ну, знаете, здесь такое идет. То есть, ну, как бы я прекрасно понимаю, что вот такая демонстративность, потому что в нем присутствует демонстративность, она на самом деле не просто так рождается, да. То есть человек на самом деле глубоко травмирован, и естественно, что все эти иголочки, все вот эти вот такие ершистые позиции, они вырастают именно там, где есть глубокие травмы, понимаете. Но задача сегодня совершенно не та. То есть мы сегодня не полезем с вами смотреть, почему он такой, и что с этим делать. То есть у нас сегодня не эта тема расклада. Просто вы смотрите, если вы узнаете здесь вашего человека, продолжайте смотреть дальше. Если человека не узнаете, смотреть не обязательно. Так, события. Первое событие, самое важное в его жизни. А ему тут не скучно, скажем так. Не скучно. Пошло какое-то переосмысление по поводу чувств. Если раньше человек, допустим, чувство, как бы полностью отталкивал, говорил, мне это не нужно, то здесь как бы у человека идет какое-то переосмысление по этому поводу. Какое? Какое переосмысление? Что ты понял? Что ты понял? Расскажи, пожалуйста. Что ты понял? А здесь появилась энергия. Энергия борьбы. Такое ощущение, что просто переключилось внимание, знаете. Было скучно, а стало интересно. Было скучно, а стало интересно. Так, в чем сейчас твой интерес здесь? В чем сейчас твой интерес здесь? Нет, говорит, не в отношениях, не в паре. Не в том, чтобы там с кем-то бодаться, мериться силой. А в чем? Не в паре. Боже, мы так отрицаем пару, что, наверное, не хотим туда смотреть, да? В деньгах, девочки, в деньгах. Да, в том, чтобы была там женщина, какая-то, какая-то. Но при этом женщина может быть временной. Человек здесь очень держится за свои ценности материальные. Вот прям вот эта карта, да, что бороться, бороться за свои деньги, да, бороться, чего-то доказывать, не отдать. Ей не отдать, другим не отдать. То есть, внимание переключить. Но ему важна стабильность. То есть, женщина... Вот, знаете, хочется сказать так. Женщина рядом присутствует, но он на нее даже не смотрит. Такое ощущение, что ему все равно, кто рядом с ним. У него вся энергия в том, что сохранить его бабки, сохранить деньги. И здесь есть путь вперед, да? Вот она куда-то его тащит, а он сопротивляется. Он не очень-то хочет идти. Но зато не скучно. Зато можно теперь побороться за деньги, да? Но... Что еще происходит в его жизни? Ревность, подглядывание, наблюдение. За кем подглядываешь? За кем ты подглядываешь? За той, кто не сидит в своих ограничениях. За той, которая тянет по дьяволу. Которая есть страсть, которая есть желание. За той, которая замужем, девчонки? Так, хорошо, подглядываешь. А что ты хочешь увидеть, да? Что ты хочешь увидеть? Какой-то путь, какое-то развитие? Чтоб не было разбитого сердца. Даже, как бы, знаете, знака совета от высших сил ждет. На что? На что? На то, чтобы что-то запланировать. На то, чтобы, возможно, проявиться вот к звезде. Здесь любование идет, девчонки. Любование и планы. Любование той, которая вышла, ушла от чувств, оставила отношения, не стала в них идти, да? Ну, понятно. В общем, наблюдает. Наблюдает, смотрит, ревнует, вспоминает, вспоминает. Окей. Что еще происходит в его жизни? Ждет девчонки. Ждет, когда появится... Что это у нас появится? Когда появится чувство, появится, да? Здесь проявление, то есть, либо возможность свидания, либо чего-то еще. То есть, вот он ждет. Ждет возможности встречи, ждет возможности проявления чувств. Так, ты свои чувства хочешь проявить? Или ты хочешь увидеть, что девушка тебя все еще любит? Чьи чувства ты хочешь увидеть? Он хочет, чтобы вы вышли из каких-то своих ограничений, из того, что вам мешает общаться с ним. Он хочет, чтобы вы вышли из вот этих ограничений навстречу ему, как вы понимаете. Он хочет понять, что... Да, он хочет понять, что у вас есть еще огонек его в сторону, понимаете? И ты прям вот это ждешь, да? Ну да, хочу, говорит, обмена равноценного. Жду, когда вот что-то она проявится, и я там смогу как-то вот ей что-нибудь там подарить, или сказать хорошее, или дать что-то хорошее. Женщине своей стабильной, которая мне очень-очень претягивательна, прекрасна. Ну, он говорит, да жду не иллюзий, не обманы, а выход из состояния опустошения, девочки. Выход из состояния, когда просто не знаешь, что делать. Он хочет, чтобы это закончилось, понимаете? Ну, ок. А если дождешься, да, вот просто спросим. А если дождешься и поймешь, что девушка тебя любит еще, допустим? Ну, допустим. Как ты себя будешь тогда вести? Скажи, пожалуйста. Как ты себя поведешь? Ну, смотрите. Он говорит, даже если вы не проявите свои чувства на полную катушку, но он все равно готов здесь как-то проявляться со своими чувствами, предлагать какие-то вам там свидания, общения, романтик. И готов как-то вкладываться, что-то делать для того, чтобы что-то получилось. Ну, а что ты хочешь, чтобы у вас получилось? Говорит, я хочу разрушить манипуляции, которые были между нами. Я не хочу, чтобы мы там друг другом манипулировали, управляли. Мне это не хочется. Но и смерти я не хочу, да? То, что отношения там смерти, смерти чего-то не хочешь. Смерти нашей связи. То есть, понимаете, вот у него как бы, да, даже какой-то конфликт какой-то есть определенный. Потому что если ваши отношения построены по большей части на манипуляциях, то он хочет, чтобы они закончились. Но при этом, чтобы сами отношения, чтобы связь ваша не прервалась. Понимаете, как здесь? И что? И что? И что? И что? И что? Ты думаешь, так получится? Ты думаешь, так получится? Ну, смотрите, он говорит, я сомневаюсь. Вот внутри вот эти как раз непонятка, да, есть борется как бы выбор, вот как бы непонятка борьба. Но говорит, я не закрываюсь от развития события, от того, что может все-таки что-то получиться. То есть, он как бы, ну, смотрите, здесь есть сомнения, но при этом есть желание что-то изменить. Хорошо, а на самом деле, давайте так, а на самом деле, есть ли возможность, что получится вот так вот, да, выйти из манипуляции, но при этом остаться в связи, остаться в отношениях. Есть ли такой вариант развития ваших событий, событий здесь, отношений? Да, есть, 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 есть девчоночки, есть. Здесь идёт, ну, здесь как бы женщина становится в такую тайную позицию. Ну, смотрите, здесь как бы вот есть, ну, походу отношения определённого характера, да, то есть тайные, по страсти, вроде бы вместе, но такой, ну, как бы выход на серьёзность, прям на брак я не вижу, ну, на данном этапе. Но сам факт, что разрушить какие-то между вами манипуляции, на что бы отношения не остались, да, вполне может быть, да, вполне может быть определённое развитие. Оно будет непростым, но оно вполне, вполне и вполне возможно. Но здесь вам нужно применить, как бы, знаете, ваши знания, вашу какую-то мудрость, что ли, женскую, понимаете? Ну, и ему, соответственно, тоже включиться и проявить какие-то свои качества, да, там, желание к вам проявиться, там, что-то вам предлагать и так далее. И спрашиваю, да, и что тогда, как могут развиваться эти события? И мне говорят, да, то есть развития не будет по Луне, и вы не будете, как бы, питать его собой. Здесь будет просто переход на другой уровень. То есть вот события, смотрите, отношения, какие они сейчас, в том же русле, они не будут развиваться. Вот как они сейчас идут? Нет, они так не будут развиваться. Они изменятся, их качества, они выйдут на более другой уровень, понимаете? Более сбалансированные, более гармоничные, более спокойные. То есть это будет отношение другого качества, понимаете? Здесь уходит ревность, злость, претензии, эмоции какие-то сверху. Вот это все уходит здесь. Здесь по-другому, здесь гармония наступает. Девчонки, я вас поздравляю, хороший такой посыл заложен в сегодняшнем раскладе. Берите, берите. Я желаю вам хорошего дня. Я благодарю вас за то, что вы со мной. Благодарю вас за лайки, за комментарии, за обратную связь. Огромнейшее вам спасибо. Желаю вам хорошего настроения и хороших отношений. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok